Братья и сестры, здравствуйте! Вдоль наших автострад временами появляются билборды, не только рекламирующие, скажем там, но новые метры, сданные в эксплуатацию в комплексе жилом. Не только там еще какие-то вещи там. Касающиеся одежды, продуктов, вообще про супермаркеты, мебели, скажем там, не знаю чего. Там есть интересные какие-то вещи, такие связанные с совсем не сферой потребления. Например, есть реклама. Это не реклама, это некий намек, указание, напоминание о хосписе. С таким, в общем-то, точным слоганом, который звучит примерно так, что если нельзя спасти, то не значит, что нельзя помочь. Это касается и детей, инвалидов часто, какие-то такие вот морального наполнения. Не знаю, кто этим занимается. Наверное, частные какие-то фонды, а может быть и государственные программы. А тут уже вопрос как бы можно выяснить при желании. Ну, в общем, есть такое. То есть если спасти нельзя, то это не значит, что помочь нельзя. Есть такое понятие хоспис. Если я не ошибаюсь, то это происходит от выражения английского «дом мира», хаоспис, который просто как голландская нахундер превратилась в русскую полундру. Оно все претерпевает изменения в языке, язык всегда под себя подделывает чужие слова. Вот хоспис – это дом мира, в котором нужно в мире уйти. А мир, значит, вот этот «пакс этерном» – это вечный мир, это то, что ждет человека. Мир, покой – это другое слово. Мир глубже, чем покой. Но «треквим этерном» – это вечный покой. «Дос эем домене». «Дай им вечный покой, Господи». Значит, дом покоя, дом мира. Вот в таких вот смыслах люди, имеющие возможность там дожить свои дни, доживают их там. Ну, значит, и я об этой теме говорю в связи с тем, что не так давно на одном из федеральных каналов я посмотрел с радостью, посмотрел, сейчас скажу, почему с радостью, интервью с некой очень милой женщиной, очень обаятельной женщиной, Федерикой де Граф. Там Федерика Мария, она пишется, но Мария берется в скобки иногда, значит, видимо, главное имя Федерика. Она голландка по происхождению, вообще русист, очень хорошо говорит по-русски, очень грамотно, выстроена речь, очень глубокое мышление у нее такое и очень богатая лексика. Ясно, что есть акцент, но это совершенно неважно. Она крещена в России, она приезжала сюда по разным делам, в том числе по делам волонтерского движения в хосписах, когда вот почему-то люди вот то ли сами пережившие беду, то ли вдруг растревоженные сердцем, то ли еще почему-то, они вот идут в это дело провожания уходящих. То есть я умираю? Говорит, да. А я тебя провожаю. Это диалог Розанова с его женой Варварой. То есть ты умираешь, я тебя провожаю. А потом, говорит, ты меня быстрее забери отсюда. Вот это, ну, это семейный хоспис. А есть хоспис там, где это волонтеры исполняют и врачи профессиональные. Вот она там рассказывала много разных интересных вещей. Ну, в частности, о том, что она пережила религиозное обращение при помощи общения с блаженной памяти почившим митрополитом Антонием Сурожским. Ну, он был такой человек, который мог многих выдернуть из привычности и поставить их перед лицом этой экзистенциальности плюс еще и религиозности. Такой просто шторки отдергивал. Просто вот имел такой талант отдергивать шторки перед людьми. И люди вдруг изумлялись новому миру, открытому перед ним, пугались, изумлялись, восторгались, захлебывались слезами и слюнями радости всем, чем хочешь. И она была одна из таких счастливчиков, которые обратились к Богу при помощи общения с митрополитом Антонием. Это, собственно, один из таких заметных плодов русского присутствия в западной жизни. Не только зарубежного, но и канонически тогда единого. Когда эта русская вера, она вдруг отозвалась в сердцах западного человека. Потому что не только природные русские ходят в наши храмы, а природные голландцы, природные англичане, природные французы. Они открывают для себя православие через лучших людей нашей веры. Ну и там интересная передача вообще была о ней. Просто в силу некой скованности уст, потому что невозможно, нельзя рекламировать. Другие каналы, работая на одном, рекламируют другой. Это правильно, нельзя. Просто можно сказать, что вот наша немота иногда раскрывается, потому что существует некое табу на разговоры о смерти. А в этом смысле Средневековье было абсолютно раскованным временем. Свадьбы могли играть на кладбищах. То есть когда покойника несли, никто не... Все могли шапки снять и перекреститься, но никто не прекращал веселье. И не разбегался по домам в ужасе. Это не было пир во время чумы. Это была жизнь многих поколений рядышком, ушедших и оставшихся. Начинающих жизнь и закончивших ее. О сексе было стыдно говорить. Секс был табуирован, а смерть публична. Сейчас произошла некая замена. Сейчас секс публичен, а смерть табуирована. А она никуда не уходила. И вот там, допустим, интересная информация о том, что человек, узнав о смертельной болезни, например, проходит там пять стадий. Отрицание. То есть нет, почему нет, не может быть, это ошибка. Гнев. Почему мне? Почему я? Почему со мной? Потом попытка договориться. Попытка, а может быть, я в паломничество пойду. Может быть, я там денежки раздам. Потом, когда это все не работает, человек начинает отчаиваться, окунается в самую глубокую бездну. А потом он из нее выныривает, если Бог его поднимет, конечно, он в смирении смиряется и принимает то, что есть. И вот то, что там и Пастернак распишет, если не сладко, при свете неярком, чуть падающим на кровать, себя и твой жребий подарком, бесценным твоим сознавать. В общем, есть люди, которые приезжают специально в другие части света, для того, чтобы в этих частях света помогать с миром уйти к Богу, человеку, страдающему неисцелимо. Одна из таких чудесных женщин Федерико де Граф, с которой я познакомился заочно в одном из телеэфиров нашего канала. И вообще тема большая, тема хосписа, тема приготовления к смерти, тема примирения с живущими, тема открытости Богу и последнего шепота, прости меня. Грандиозная вещь, почти вообще не присутствующая в культурном дискурсе. Будьте Богом хранимы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова